В Ивановском центре культуры и творчества состоялось торжественное открытие 12-го всероссийского фестиваля «Игра и гармонь», который традиционно проводится в регионе раз в два года. Неприятности с погодой не позволили гармонистам и частушечникам провести традиционное шествие по центральным улицам города, что, впрочем, никак не отразилось на праздничном настроении музыканта. Организаторы надеются, что благодаря фестивалю удастся не только возродить любовь к народной инструментальной музыке, но и воспитать новое поколение гармонистов. Цель у нас одна – популяризация, пропаганда народной культуры, потому что гармонь – это народ. И гармонь, у нас есть даже название такое мероприятие – поет душа народная российская гармонь. Поэтому вот эта цель самая главная, ведь в нашем фестивале принимает участие кроме взрослых гармонистов и дети. А раз дети играют на гармонии, значит она будет вечно. В течение четырех дней творческие коллективы из 36 регионов страны будут участвовать в отборочных конкурсах и выступать на концертных площадках города. Впервые на фестиваль приедет делегация Украинского союза гармонистов, а также музыканты из Германии, Румынии, Молдавии, Белоруссии и Крыма. В этом году организаторы не обошлись без нововведений. У нас никогда не было специальных денежных премий, а в этом году они будут. Мы сможем дать премии денежные лучшему гармонисту 10 тысяч, лучшему вокалисту-чистушечнику и так далее, инструменталисту. Вот такое новшество. Фестиваль посвящен памяти народного артиста России Геннадия Заволокина, который долгие годы был его организатором и ведущим одноименной телепередачи. Несмотря на это, никто из семи Заволокина в Иваново не приехал. Причина простая. У организаторов не хватает средств на обеспечение поездки родственников известного гармониста. Однако начальник регионального департамента культуры Светлана Шмелева заверила, что финансовых проблем у фестиваля нет. Фестиваль проходит при поддержке Министерства культуры Российской Федерации, поэтому, что касается финансовых вопросов, здесь, конечно же, трудностей не возникало. По признанию самих организаторов, конкурсная программа перенасыщена. Прослушивание музыкантов пройдет в Центре культуры и творчества с 9 по 13 июня. Соревноваться традиционно будут дети, самобытные мастера и профессиональные музыканты. Участники фестиваля говорят, что любовь к гармонии – это болезнь. В этом году эпидемия хватила около 200 гармонистов и частушечников. Каждым годом трудней нам всю жизнь, нет ни дня без каких-то напастей. Умирает в России гармония с молчаливым согласием власти, чтобы стоков своих не забыть, чтоб в деревне гормошки звучали. Надо русские песни любить, ведь их радости, ведь их печали. Этот фестиваль имеет свою аудиторию, этот фестиваль имеет свою историю и действительно свои истоки. И вот как раз в рамках проведения фестиваля в этом году мы особое внимание уделяем привлечению молодых наших ребят, студентов наших средних профессиональных заведений, наших народных коллективов, для того, чтобы не просто не затушить любовь к народной музыке, к народным традициям, а наоборот возродить еще с большим масштабом. Каждый день в фестивале у памятника гармонии на набережной Уводе будут проходить выступления музыкантов и народные гуляния, если только погода будет благоприятной. Завершится фестиваль «Игра и гармонь» в следующую пятницу гала-концертом. Анастасия Николаева, Андрей Семиволков, РТВ Иваново. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...